Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как управлять своими капиталами в эти непростые времена. Сегодняшняя тема – это некий такой вопрос, да? А нужно ли продавать доллар по 54? Смотрите данное видео до конца, я поделюсь своим мнением, потому что много сейчас возникает вопросов относительно того, что доллар достиг уровня 53-54 и нужно ли продавать непосредственно. Я в одном из видео говорил, что доллар будет находиться, скорее всего, в ближайшее время в диапазоне 50-60, обосновывал мысли, почему мы это увидим. Сейчас половина этого пути пройдена, где-то 54-55, и вопрос, стоит ли продавать или же покупать доллары. И вообще, в принципе, что стоит делать? Если в двух словах причиной того, что рубль так чрезмерно укрепился, является дисбаланс торговый, когда у нас очень много продается наших экспортных ресурсов по очень высокой цене, благоприятная внешняя конъюнктура, поступает экспортерам очень много валютной выручки, они эту валютную выручку продают, потому что им нужно платить налоги, им нужно платить зарплаты, им нужно нести затраты, соответственно, они эту валютную выручку продают, давят непосредственно на доллар, а доллары никому не нужны. В основном доллары нужны были импортерам, но импорт у нас ограничился, потому что санкции, потому что разрыв логических цепочек поставок, и, как я говорил, то есть пока ищется вот этот вот момент, пока логистика выстраивается, импорт не восстанавливается. И это очень сильно давит непосредственно на доллар, и рубль укрепляется. Конечно же, в таких условиях российского бюджета выпадают значительные доходы, потому что доходы образуются за счет, во-первых, а, выручки валютной, б, внутреннего курса, да, то есть, сколько мы получаем непосредственно рублей, продав наши экспортные товары и сконвертировав в валюту. Второй момент, у Центрального банка нет инструментов регулирования, никого не могут обязать. Отвечая на вопрос, продавать ли по 53, 54, 55, отвечая на этот вопрос, можно понимать, а какие, в принципе, способы есть, то есть, что может повлиять на то, что, ну, если мы продаем, мы считаем, что доллар будет еще ниже. И насколько длительны по времени будут данные факторы, как долго они непосредственно будут продолжаться, давайте непосредственно это обсудим. Что в принципе могло бы способствовать спросу на доллары, да, то есть, чтобы доллары непосредственно покупали. Мы стоим в неком таком тупике. У Центрального банка есть возможность напечатать рубли, за эти рубли купить доллары, но опять-таки вопрос, кто эти доллары будет покупать, потому что они внутри нигде не нужны. Банки отказываются удерживать долларовую позицию, вводят комиссии там для физических лиц, вводят комиссии для юридических лиц. То есть, банки не хотят нести эти валютных рисков. То есть, доллар в России становится неким таким инструментом. Да, его никто не запрещает, но он нафиг никому не нужен, что можно поспособствовать. Стимулировать импорт, раз. Второе, как мне кажется, да, то есть, путь, по которому мы пойдем, порядка полутора, наверное, двух месяцев назад один из крупнейших акционеров Лукойла, господин Фидун, заявил о том, ребята, зачем мы продаем наш нефтегаз со значительными скидками в Азию, да, то есть, мы особо ничего не выигрываем. Мы продаем задешево наши ресурсы. Помимо всего прочего, то, что мы продаем дешево, чтобы нам иметь ту же самую валютную выручку, мы должны продавать больше. То есть, мы продаем больше за дешевле. В итоге мы получаем экспортную выручку, эту выручку продаем, получаем доллары, и укрепляется рубль, да, то есть, вообще всем экспортерам становится плохо и больно от этого. И, в принципе, на прошедшем Петербургском экономическом форуме ни от одного руководителя министерства в России прозвучала фраза, что нам нужен курс доллара в районе 70-80. И это тот диапазон, к которому будут стремиться. Пока непонятно, когда это произойдет. Что может, опять-таки, этому поспособствовать? То есть, через какие инструменты это можно сделать? Первым инструментом является то, что все-таки это выпустить нерезидентов. Выпустить нерезидентов недружественных стран, которые являются акционерами российских компаний, которые являются держателями российских облигаций, просто дать им возможность непосредственно выходить с российского рынка. В этом случае, что мы получаем? Что они будут распродавать акции российских компаний, получать рубли, на эти рубли получать доллары и доллары выводить. То есть, если мы даем такую возможность, то в этом случае мы стимулируем спрос на валюту. То есть, та экспортная выручка, которая будет приходить от экспортеров, она будет покупаться нерезидентами в обмен на проданные активы внутри России. Это первый момент. И на самом деле, этот момент, он достаточно удобный, потому что его можно элементарно регулировать. То есть, ты можешь сказать, ребят, ну, сейчас выпускаем держатели ОФЗ. Первый момент, да. Сейчас мы выпускаем держателей, там, я не знаю, депозитарных расписок, да. Сейчас мы выпускаем, только вы можете продать, там, какой-нибудь второй, третий эшелон, не имеете права продавать, там, Газпром, Сбербанк или еще что-то. То есть, некими такими императивными мерами, регуляторами можно регулировать темпы продажи, то есть, непосредственно влиять на это. Это вот первый момент, который может быть использован, но здесь это некая разменная карта, это очень большой козырь, большой козырь в переговорах в отношении санкционного давления, которое мы наблюдаем. И поэтому он есть, его использовать можно и, скорее всего, его будут в той или иной степени использовать, потому что даже сейчас уже есть информация, да, она негласная, нерезиденты могут выходить. Есть определенные схемы, которые позволяют нерезидентам выйти с рынка, но это должно быть носить массовый характер, чтобы повлиять на вот этот вот объем предложений, который есть от экспортеров. Второй момент. Каким образом можно регулировать? Просто ограничить экспорт. То есть, сказать, что мы ограничиваем экспорт, перенаправляйте эти потоки на локальный рынок или перенаправляйте на локальный рынок или сокращайте производство. То, о чем говорил Федун, и я думаю, что это тоже будет поддерживаться, и какие-то меры в этом направлении будут применяться, потому что, ребят, мы должны понимать, что когда у нас доллар ниже 60 рублей, то в этом случае у нас становятся убыточными все наши металлурги, становятся на грани рентабельности наши нефтегазовые компании, но с газовыми компаниями, наверное, немножко попроще. Поэтому курс нужно непосредственно повышать. Стоит ли продавать сейчас и будет ли ниже? Мое мнение заключается в том, что мы в течение этого лета, в ближайшие полтора-два месяца, мы можем увидеть доллар, что его могут свозить куда-нибудь в район 50, может быть, даже ниже 50, 48-49 рублей за доллар, куда непосредственно может упасть. Причиной тому, опять-таки, это, во-первых, налоговые платежи, какие-то компании с государственным участием. В течение двух-трех месяцев и ближе к осени, я думаю, что будут выстроены логистические цепочки. У нас сейчас принимается закон о параллельном импорте. Отменяют то, что параллельный импорт является персоной нонграда. Разрешают правительству через таможенную службу заниматься параллельным импортом. Что такое параллельный импорт? Это без уведомления правообладателя ты можешь закупать товары в дружественных странах и непосредственно ввозить, не спрашивая правообладателя, не платя ему каких-либо ройалти. Ты непосредственно можешь это осуществлять. Логистические цепочки будут простроены, альтернативы будут наняты, вплоть до того, что у нас предлагали на Петербургском экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Попов вообще предлагал самозанятым заняться возможностью параллельного импорта. Что это значит? Ты самозанятый. Это просто челнок берет, едет куда-нибудь в Европу. На собственный счет переводит туда доллары и евро. И там покупают материнские платы, оперативные памяти, телефоны. Он даже для промышленных предприятий может покупать какие-то комплектующие. То есть, соответственно, разрешить ему это делать, чтобы он платил не очень много налогов и чтобы челноки они возили не как в 90-х годах из Турции возили какие-то вещи, а возили именно какое-то технологичное оборудование. Вот эти вопросы, я думаю, они налажены будут. Экономика адаптируется в ближайших 3-4 месяца. Поэтому ближе к Новому году доллар будет, наверное, в районе 70 плюс-минус 5 рублей. То диапазон, куда его непосредственно отпустят. Какими мерами? Я сказал. Возможно, это сокращение импорта. Возможно, это выпуск части нерезидентов, которые повлияют. И исходя из этого, да, что же делать? Продавать или нет? Я бы сейчас, что делал? Я бы точно не продавал. Я бы сейчас, как я уже говорил, смотрел на то, чтобы купить номинированные в долларах какие-то товары дорогие, если они имеются. И самое главное, что бы я сейчас делал при достижении доллара, там, в районе 50 рублей, я бы точно смотрел на акции российских экспортеров. И в первую очередь, я думаю, здесь стоит смотреть на акции металлургических компаний. Потому что металлурги просили очень сильно. Потому что металлургов отчетность по итогам года будет ужасающей. Потому что финансовые модели, на которых рассчитывается денежный поток металлургических компаний, как раз таки строятся со значительной привязки к доллару. И при текущем курсе доллара там просто швах полный. То есть там переоценивают компании, там все пересматривают прогнозы, выставляют рекомендации покупать, надержать, сдержать, напродавать. И поэтому это те компании, которые вот в моменте сейчас, то есть смотрите, не что делать с долларом, а кто сейчас проигрывает. Второе, определите временной лаг, как долго доллар будет находиться в таком диапазоне. Я думаю, до конца года доллар будет повыше. И соответственно, вот эти вот все дисконтируемые денежные потоки, которые мы наблюдаем при низком курсе доллара, особенно сейчас это отражается на экспортерах. Посмотрите в направлении экспортно-ориентированных компаний. То есть не покупка доллара. То есть поймите одну простую вещь, даже если доллар будет 50, да, спекулятивно вы можете заработать. Вы можете там посчитать, 70 разделить на 50, сколько процентов вы заработаете просто на курсовой разнице и быстро. Я говорю о том, что посмотрите на бизнесы, которые завязаны на этом курсе доллара. Они больше выиграют в долгосрочном периоде, потому что на долларе вы заработаете исключительно в рамках спекуляции. На покупке акций компаний-экспортеров, которые стоят дешево из-за переоценки их денежных потоков, которые сформируются сейчас из-за низкой курсовой разницы, они стоят дешево. Я думаю, что наилучшим способом сейчас является не игра в угадайку с долларом, а является покупка коммерческих коров, как говорит Уоррен Баффет, покупка акций экспортно-ориентированных компаний, которые сейчас страдают от низкого курса валюты. Но мы должны понимать, что основным распорядителем ресурсов является бюджет, является государство. Государственный бюджет нужно пополнять, а доля доходов от экспорта, она значительная. И поэтому меры, какие конкретно сейчас гипотезу я выдвинул, какие могут быть приняты. На самом деле их может быть больше гораздо. Я не могу предположить, что будет принято. Но я понимаю один простой факт, что такой курс, он сейчас не выгоден. И здесь нужно использовать это в двух направлениях. Первое направление. Если вы можете купить доллары и за эти доллары купить какие-то товары качественные, желательно создающие прибавочную стоимость, делайте это. Второе, смотрите, кому от этого плохо. Потому что тому, кому от этого плохо, они и стоят сейчас, соответственно. То есть они стоят дешево. Потому что негативные денежные потоки, негативные ожидания по итогам прибыли второго квартала 2022 года, третьего квартала 2022 года. Соответственно, будет отчетность. Отчетность будет ужасающей. Соответственно, инвесторам это не будет нравиться. И если сюда еще наложить тот факт, что не выпустит резидентов, у нас открывается очень шикарное окно возможностей. Потому что очень много нерезидентов находились в России именно из-за прокси того, что доллар у нас выгоден государству. Они находились в компаниях-экспортерах. Очень многие находились в компаниях-экспортерах, потому что как раз-таки укрепление доллара способствовало тому, что экспортеры зарабатывали очень много. Если вы сейчас этих нерезидентов выпустите, одновременно убиваете двух зайцев. Первый зайц. Укрепляется доллар. Он растет и для государства это хорошо, и для экспортных компаний это хорошо. Но при этом очень сильное давление на акции самих компаний. То есть эти акции, их начинают продавать нерезиденты. А нерезидентов очень много. И они начинают терять в цене. И вы можете средства фонда национального благосостояния, пенсионных резервов разместить непосредственно как в облигациях, которые будут распроданы, так и в акциях, которые и так стоят дешево. То есть они будут продавать по любым ценам. И это очень отличный ход. Я на месте бы, наверное, не знаю, наших монетарных властей, правительства, наверное, так бы и поступил. Если мы понимаем, что такая гипотеза имеет право на существование, опять же, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я делюсь своим мнением, как я смотрю на этот вопрос. И поэтому я думаю, что в следующие три месяца будет шикарная возможность. Если вы находитесь в позиции в долларах, то как минимум, первое, на эти два-три месяца можно переложиться в ETF российский WTBG, то есть это фонд на золото от WTB Capital. Через российского брокера, российская инфраструктура золото. Почему золото? Потому что золото номинировано в долларах. Что мы таким образом получаем? Если будут развиваться глобальные риски рецессии и рынки будут падать, золото, скорее всего, будет укрепляться и постепенно доллар будет расти. То есть в этот период вы как минимум сохраните на два-три месяца покупательскую способность. То есть, я думаю, с вероятностью 90% средства от инфляции будут защищены, и вы будете спать спокойно, что вы не в долларе находитесь. В течение двух-трех месяцев, когда будет еще падение по акциям экспортеров российских в пределах 15-20%, может быть, 30%, хороший момент конвертировать именно этот фонд в акции, такие акции сырьевых компаний на перспективу 3-5 лет, потому что это покупка коммерческих коров, денежного потока, и доллар, скорее всего, окрепнет. Поэтому консервативный инвестор, покупайте золото через российского брокера, и само золото будет расти, и доллар будет укрепляться. Вы получите двойной прокси, двойную прибыль, и за счет укрепления доллара, и за счет роста золота. Если вы готовы рисковать, если вы хотите иметь диверсифицированный портфель, я не говорю, что на 100% нужно покупать акции сырьевых компаний, но на 20-30% потихоньку можно начать покупать такие истории. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. На связи был Максим Петров. Пока-пока.